От товаров до услуг. Суше полутора тысячи представителей малого и среднего бизнеса собрались на ежегодном форуме производителей, сделанном в Ульяновской области. Основных целей две – обменяться опытом и показать экспортный потенциал Ульяновского региона. Форум проходит в Ульяновске в пятый раз. Кто-то из производителей презентует свой товар впервые, некоторые ждет завсегдатый. Например, компания-производитель детского игрового оборудования, которое на рынке представлено последние 12 лет. Со слов учредителя, за все время форума фирма обзавелась немалым количеством партнеров. В этом году компания сделала акцент на производстве детских площадок в эко-стиле. Каждый год участвуем в этом форуме. Мы приобретаем как заказчиков, так и выгодных поставщиков. Сегодня я познакомился с руководителем предприятия, которое производит очень интересный материал. То есть это модифицированная древесина. Мы договорились о встрече, чтобы детально уже обсудить возможное сотрудничество. С экспозицией форума мог ознакомиться любой житель региона. Вход на мероприятие свободный. Пообщался в неформальной обстановке, а местами продегустировал, а также испытал на себе продукцию местных производителей губернатор Сергей Морозов. В его же присутствии подписали ряд федеральных и международных соглашений. К слову, ежегодно на форуме заключается контракт на поставку продукции на сумму свыше 200 миллионов рублей и около полутора миллионов долларов США экспортных контрактов. В этом году региональная корпорация развития промышленности и предпринимательства одними из первых узами дружбы прямо на форуме связала себя с Ассамблеей народов Евразии. Ассамблея обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг на всем евразийском континенте. В первую очередь это касается стран Евразийского экономического союза. Сегодня подписываем соглашение с целью оказания взаимной поддержки по продвижению нашей деятельности. В нашем случае это уставная деятельность, а у ульяновских коллег это цель и задача корпорации. Выход ульяновских производителей на рынке Юго-Западной Азии обеспечил меморандум, подписанный между корпорацией Ульяновской области и корпорацией Малого и Среднего предпринимательства Королевства Бахрейн. У нас ассоциации помощи малого и среднего бизнеса. Прогуливаюсь по площадкам форума, я сканирую местный рынок. Заинтересовали как текстильная продукция, так и производительные и строительные фабрики. Сейчас мы обдумываем создать платформу для производителей, которые будут заходить на рынок Бахрейна. Успехи и планы обсуждали уже на заседании Совета по развитию экспорта, который прошел в рамках деловой части форума. Так, внешний торговый оборот региона за прошедший год вырос до полутора миллиардов долларов, из них прямой экспорт составляет 800 миллионов долларов. В общем, экспорт увеличился до 13,5%. Это в два раза больше, чем пять лет назад и в пять раз выше, чем 15 лет назад. И что на мой взгляд самый важный показатель, что 94% всего экспорта составляет ни сырьевой, ни энергетический экспорт. То есть фактически регион, не имея, так скажем, сырьевой ресурса, ни нефти, ни газа, достигает достаточно высоких показателей по темпам роста экспорта, по развитию именно высокотехнологичной продукции. На совещании глава области обозначил пять стратегических задач, благодаря которым в ближайшее время регион должен выйти на уровень 2,5 миллиарда долларов прямого экспорта. Среди них создание торгово-логистических хабов в Европе. Это современная инфраструктура для транспортировки, складского хранения и продвижения товаров в приоритетных странах агентами и дистрибуторами. Первый хаб Ульяновской области обустроили два месяца назад в Чехии. Уникальную экономическую зону создадут и на берегах Волги. Ядром проекта станет новый речной грузовой хаб, который мы построим в Левобережье на существующей площадке около Президентского моста. Логистический терминал на Волге поможет развивать экспорт, прежде всего сельскохозяйственного экспорта. В перспективе планируется экспортировать товары не только агропромышленного комплекса, но и строительной отрасли, а также другие товары, востребованные на мировых рынках. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.